Мистика и приключения. В Чувашии снимают фильм «Мост Азамата». Обычно студентка оказывается втянута в водоворот невероятных событий. Сценарий для фильма написан по мотивам книги «Грани миров. Возвращение Чеменя» Сергея Щербакова. В перспективе кинолента может стать первой частью сериала о древнем потустороннем мире чувашеского народа. У каждого народа свой потусторонний мир, и его обитатели внимательно следят, что происходит на нашей стороне. Фильм по мотивам древних чувашских верований снят в жанре историко-философского фэнтези. Его Сергей Щербаков, сценарист и режиссер, выбрал, потому что сам уже десятки лет изучает прошлое чувашского народа. И чувашского, и даже побольше того, потому что у нас очень много интересного материала, исторического, графического, культурного. И он практически неизвестный. Богатырь-кузнец Азамат, ангелы-хранители Перешти – обычная студентка лицом к лицу встречается с мифическими существами. Съемки проводили в аудиториях училища культуры, часть выездных сцен в Маргаушском районе. Декорации специально для съемок не сооружали, бюджет картины держится на энтузиазме. Большая часть актеров – студенты. И для меня это было очень неожиданно, очень интересно. Я безумно была рада донимать участие в съемках и видеть, как на моих глазах, на наших глазах рождается шедевр. Впрочем, к съемкам кинокартины привлекают и опытных актеров. В эпизодической роли снялся Юрий Спиридонов. Грандиозный проект. Чем он интересен и уникален? Тем, что здесь занято очень много молодых артистов. Сама тема очень интересная. Это жанр фэнтези, приключения, который поддерживает и развивает все-таки нашу культуру, национальную культуру. Это фильмы об ответственности молодого поколения за свой народ, отмечают его создатели. Киноленту планируют показывать и на больших экранах, но начнут со Всечувашского кинофестиваля «Азам». Широкой публике моста «Азамата» представят зиму этого года. В дальнейшем планируется дублированный перевод фильма на чувашский язык.